Решила я выглянуть стадикам, а тут даже и тропинки-то нету в этом году. Вообще жуть. Парни, у которых корона не жмет голову. Вы такие проблемные. Вы почему-то думаете, что если вами по какой-то причине восхищаются, то это исключительно потому, что к вам неровно дышат. А не потому, что вы в какой-то сфере деятельности действительно достойны восхищения. Внезапно Лёля дожила до того, чтобы говорить в телефон, держа его на стадикаме. Жуть. Спрашивали, что я люблю снимать, не по запросу. Мне кажется, те самые ранние ролики, которые складывались на YouTube канал, еще до того, как YouTube я стала воспринимать, как канал, вести его как канал. Еще, когда я печатала текстовые бложки, когда вела текстовый бложек, то вот это самое как раз примерно то, что я люблю, наверное, снимать. По просьбе трудящихся, без просьбе трудящихся. В смысле, иногда я снимаю по просьбе трудящихся то, что мне нравится снимать. А иногда я снимаю просто потому, что мне нравится это снимать. И меня даже глубоко поостирать. Будет ли это кому-то интересно. Вот как сейчас, допустим. Прикольно так. Я без еды и воды иду с малюсенькой сумочкой, в которую, кроме стадика, моего телефона, вообще ни черта не помещается. Хотела положить кошелечек, думаю, вдруг я зайду в магазин, что куплю. А он не лезет особо так. Я думаю, она, ну, как бы лезет, но сумка такая беременная становится. Думаю, нафиг мне этот кошелечек. Я что, типа, прогуляться только иду. Дунула на телефон. Я не помню. В прошлом году я здесь прокатывалась. Или только в позапрошлом это было. Интересно, что будет, если он вдруг разрядится. А запись еще идет. Так, можно ли взять в рукавичку палочку? А то лапка-то мер, нет? По-моему, минус 6 градусов, но типа, как бы ветер. Смотрите-ка, можно взять в рукавичку лапочку, палочку. Я лежу за ту часть, которая, как бы, на стольный штатив, по большей части. Вон балан. Как хорошо, что людей тут нету. Я выходила, где-то половина второго была. Я так и не полежала. Но сделала себе крепкого, сладкого, черного чая. С русским каким-то бальзамом, одной чайной ложкой. Двумя булочками с маслицем и сыром. Лорец с грецкими орехами. Еще просто булочкой с маслицем. И меня, вроде как, вялостью такой попустила. Потом обратно вернулась. А потом я все-таки выползла на воздух. Смотрите, какая-то хрень зеленая наберете. Так как мой телефон, в отличие от камеры, может снимать ролик беспрерывно аж почти полчаса. Просто больше у меня не хватало. Интересно, сколько я тут наснимаю. Сейчас пока 4 минуты. Там что-то где-то шумит, собака лает. Интересно, на телефоне слышно будет. Я все как бы поставила на монтаж то, что сняла на этот... Ну, ту эту бомбочку шоколадную, что я сняла на стедикам. Именно в ноутбук поставила на монтаж. Но где-то на середине у меня что-то маврови зависло. Я сама такая варененькая была. Я подумала, раз она зависла, она, наверное, мне намекает. Лёля, ты такая варененькая. Демонтируешь потом. Про парней, которые жалуются. Я такой бедный несчастный, на меня девушки не западали. Я сам западал, но неудачно. Потом вдруг выясняется, что на них кто-то западал. Сто пуду, а на каждого человека кто-то западал, кто ему как бы не интересен. У меня такая же фига была. Это на тот случай, такие ситуации, когда вдруг человек решила степениться, а на него больше никто не западает, то есть шанс вернуться к тому, кто на тебя когда-то западал. Чтоб плодиться и множиться. Ну, мало ли. Есть люди, которым это нафиг не надо. А есть такие, которые сначала лучше, а им не надо. А на самом деле им это надо. Ну, типа цун-цунный. И есть те, которые думают, что им это не надо, а потом в какой-то момент понимают, что им, в принципе, это надо. Интересно, наше икороне, которое голову не жмет, в итоге это надо будет или нет? И еще вам могут выносить мозги своими как бы переживаниями, ну, вполне себе нормальными, а потом тут же заявлять, что как бы, ну, вам, на вас, человеку, в лучшем случае насрать. Не принотекстом, но очень вежливо и таким намеком, сквозным. Если человек при этом уставший и хреново себя несколько дней чуял, то это воспринимается довольно близко к сердцу. А когда человек не уставший, то это вообще абсолютно пофиг. Меня немножко задело в этот раз, потому что я был слегка уставший в последние дни. Хотя сегодня я выспалась. Ну, знаете, с другой стороны, вы с человеком общаетесь, вроде как взаимная френдзона, а вам какую-нибудь грубость скажут. Ну, как-то это. Не первый год общаешься. Можно же как-то грубости не говорить. При этом мне в свое время втиралось, что надо каждое слово свое взвешивать и понимать, что я хочу этим словом сказать и типа, что должен почувствовать после этого слова человек. Но сами при этом как-то не думают об этом, когда что-то вякают в сторону белой пушистолели. Мне еще сны какие-то странные снятся. Мне периодически всякая хрень снится, а иногда уж очень странная хрень. Здесь есть какая-то кнопочка. А я сейчас нажимать не буду. Я не знаю, что эта кнопочка обозначает. Да-да, я так еще не просмотрела видео о том, как юзать приложение для телефона с этим садикамом. Специально до него написанное. Вообще, мне кажется, зимой я первый раз сюда пруся. Так далеко. Можешь ее выдвинуть, эту палку. Я тут палку двигаю. Я сейчас на что-то нажимаю, у меня что-то вылазит. Но я не очень в курсе, что у меня тут вылазит. Вроде приближать, отдалять должно. Мне кажется, или тут написано Wi-Fi. По-моему, там где-то, 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 где-то. Я не видел. Правда, сейчас ветер, может, его не слышно. Ух ты, можно прямо на экране назвать на Айса. На авто. Ой, там кто-то прется. Пахло-пахло. Ветрище. лапки мерзнут кто б мне все время сказал что я буду себя снивать и таким образом и пойду дальше холодно и трещи попадаться мне стрёмно когда я иду с камерой и тут люди всякие не я понимаю что большинство людей на это насрать но мне пока стрёмно там уже лапка мерзнет хоть она и рукавички втоплые а 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 б а вот у и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Нос мёрзнет и течёт. Не так, чтобы сильно, но сморкаться приходится. Интересно, там слышно будет, как я тут говорила про то, что нос сморкаться хочет, потому что тут такое ветрища. Можно сказать, первый выгул с тедикама. Вполне себе пришёл удачно. Прям берлога. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На том столбе тоже что-то зелёное. То есть когда я в тёплой рукавичке держу палку с тедикама, лапка мёрзнет. А когда я просто в тёплой рукавичке, то лапка не мёрзнет. Почему? Я, наверное, к гаражам в этот раз не пойду, потому что лапка мёрзнет. Раз тут есть дорога и там есть тропка, я её видела, то можно сходить в другой раз. Может, как-нибудь тут будет не очень ветрено. Вторая-то лапка без рукавички. Ну, как бы, рукавичка есть, но она без рукавички. И сейчас я двумя лапками держу палку с тедикама. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА